Джеффри Сакс в беседе с судьей Наполитана на канале Джаджин Фридом говорит про то, что это возможный финал. Знают, что делать. Еще раз повторю, я никогда не видел такой убогой внешнеполитической команды, у нас всегда были довольно плохие игроки. Так что, возможно, мне не следует проводить сравнений, но это некомпетентная группа. И поэтому я не думаю, что существует какая-то стратегия, а для Украины это своего рода финал игры. И Зеленский, очевидно, находится в отчаянии. В Киеве пустили в ход длинные ножи. Мы не можем следить за этим час за часом, но есть очень серьезные взаимные обвинения. И в то же время у России есть превосходство в воздухе, ракетное превосходство, наземное превосходство. А у Соединенных Штатов нет последовательного подхода, чтобы попытаться договориться о прекращении этой войны. И тут, наверное, не случайно они вытащили из сундука снова эту историю про Северные потоки, которая, как запасной вариант, она давно ведь готовилась про причастность Украины к подрыву этих самых Северных потоков. Про какую-то яхту сначала придумывали, что там было погружено оборудование для подрыва этих трупов. Хотя все прекрасно понимали, что технически это весьма проблематично с помощью яхты провести такую операцию. Теперь называют даже фамилию этого украинского офицера, который уже сидит. Весьма удобный вариант. Опять же, конечно, все прекрасно понимают, что это поток лжи. Но лжи с определенной целью списать все на киевский режим, который и так уже отработал свой ресурс, можно сказать, близок к завершению. Но при этом все же прекрасно понимают, кто стоял за этими подрывами. Ну что же, как удобно, что теперь обвиняют кого-то, кто уже находится под арестом в Украине. Что нам известно? Мы знаем, что ЦРУ безжалостно лжет. Мы знаем, что с самого начала, когда был взорван Северный поток, все указывали на Россию. Вы помните те первые дни, когда официальные лица США говорили, что вероятно это сделала Россия? Тогда у нас был подробный отчет Сая Хирша. Затем ЦРУ заявила, ну на самом деле вы знаете, мы знали об этом заранее. Нас предупредили заранее, но мы не предприняли никаких действий в соответствии с этим. И да, вероятно, это были украинцы. Что я могу вам сказать, так это то, что российское правительство попросило меня дать показания. Хотя, конечно, я давал показания в качестве независимого ученого и эксперта Совету Безопасности ООН ранее в этом году. Год. И я сказал кое-что очень прямолинейное, а именно, нам нужно провести независимое расследование того, что произошло. И, конечно же, именно Соединенные Штаты выступили против этого. Соединенные Штаты заблокировали любое независимое расследование. Это абсолютно возмутительно. И я сидел там, когда посол США сказал, о, нам не нужно независимое расследование. Все идет должным образом. И так было много косвенных доказательств, включая абсолютное ликование Виктории Ньюланд, когда она давала показания в Конгрессе. Твит бывшего министра иностранных дел Польши, который сказал, спасибо США. Показывая фотографию пузырей на поверхности после того, как был взорван Северный поток, государственный секретарь Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады сказал, что это лучшая возможность за всю историю избавить Европу от зависимости от российского природного газа. И так мы слышали много замечаний по этому поводу. Все они признавались, не скрывали, даже врать толком не умеют, но продолжают упорно врать. И, наверное, кто-то во все это верит, потому что, ну, ведь удалось им обдурить практически почти целую страну. Ну, такую вот, например, как Украина. А там, извините, сколько? Больше 40 миллионов проживало. Сейчас, конечно, значительно меньше. Те, кто никого не удалось обдурить, те покинули это место неприятное. А так, в принципе, Майдан головного мозга ведь случился у многих. Иначе вот как воспринимать такие ролики, какие в небезызвестный чат рулетки случаются? Очередная жертва вот этого вот потока лжи, видимо, настоящая патриотка Украины. И гость из Индии, если не ошибаюсь, там индийский флаг был, пытается объяснить вот этой барышне, что такое русский язык. Русский язык это славянский язык, а русский это... Куда это славянский язык? Нет, ни в коем случае, нет, не может быть русский язык славянский. Больше к татарскому, чем к славянскому. Я все в своем уме татарский язык похож на турецкий язык. Мы все разговариваем на русском, потому что нам так удобно. И плюс ко всему, русский язык пошел с Киевской Руси, а Киевская Русь, это Украина. У вас алфавит на похожий русский язык. Ни в коем случае. Какая разница, как буква выглядит, русский, не славянский язык? Давайте, читаем интернет. Зайдите, пожалуйста, не на русский сайт. Вот, не на русский сайт, вот это че, это какой сайт, это Гербард, университетский сайт. Если знаете английский язык... В каком году этот пост был сделан? В каком году этот пост был сделан? А, это поменяется, да? Каждый год поменяется, это раньше был славянский язык, уже не славянский, через год. Это исторический факт. Нет, просто исторический факт немножко меняется. Вот что с этими идиотами происходило? Ну, как, собственно, вот с этим, видимо, ветеринаром, не знаю, шутка не шутка, но публикует в соцсетях вывеску. Советует украинцам выбирать патриотичные имена для своих питомцев. Есть у нас? Можете показать? Или потеряли где-то? Патриотичные имена. Ну, как они там сейчас называют? Кошек-кишек, кажется, вот так, да? Для кишек и собак. Имена, чтобы называть там не Тузик, не Барсик, не Жучка, а называть, например, Дживелина. Или называть, например, кошек, ну, там так и написано было, я не знаю, видимо, так редакторы не нашли, называть не кошек Степанами. Ну, в честь Степана Бандеры, как настоящих патриотов. Наверное, только на ЛГБТУ Украине могут кошку Степаном назвать, ну, уж оставим это на их совести. Но ведь это огромное количество людей, которые на все это с готовностью подписывались и пошли вот этим путем абсолютной майданизации головного мозга. И что ж тут удивительного, что мир продолжает не замечать огромных жертв в секторе газа, жертв палестинцев, совершенно страшные кадры. Конечно, Израиль ведет свою тактику, свою стратегию, не собираясь сворачивать, но, вот, например, как относиться к этим кадрам, где жительница газа, живущая, в буквальном смысле, в руинах, и не собирается их покидать, потому что просто некуда идти. Когда кто-то жертвует немного мужу, я, ну, где-то находим еду, куда мы идем, мы можем покинуть свою землю и родину. Как мы это можем сделать, спрашивая Дана. Мы привыкли к этому месту, куда нам идти. Мы живем здесь. Если мы уйдем, мы останемся бездомными. Столкнемся с несправедливостью. Так что умереть, в общем, в доме даже как-то, ну, спокойнее. Если безопасность недоступна в нашей стране, то ее трудно найти где-либо еще. Ну, вот, она каждый день там раскапывает остатки своего дома. Мы надеемся на... Надежда умирает последней, условно говоря. Несчастные люди, безусловно, которые подвергаются бомбежкам, неважно, где они находятся, на севере, на юге, потому что с севера выбили их. Как зачистки идут, операции идут, практически в руинах лежит север. Теперь, видимо, возьмутся за юг. И, конечно, внимание сейчас огромное к этой больнице Альшифа. И Израиль публикует кадры, но, наверное, тоже нельзя их оставлять без внимания. Сообщают они про тоннели, которые следуют под этой больницей. Говорят, что тоннели под ней, как и под другими больницами. То, что мы накануне буквально показывали. И вот это, видимо, фрагмент штурма. Тоже обратили внимание. Не зря, наверное, стрельба идет, взрывы слышны. И больница. Есть медперсонал в одежде соответствующей. И довольно большое количество мужчин. Действительно, нет ни женщин, не видно, ни детей. Там где-то подросток какой-то мелькает. Ну и в Израиле публикуют с мотивировкой, что это вот те самые боевики, видим, которые в подвале. Дальше уже кадры с улицы, взрывы. Люди убегают, пытаются спастись. Но тут как бы все равно вопрос-то возникает насчет того, почему... Кстати, да, если немножко продолжить тему, в связи со всеми событиями, Эрдоган обещал, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа. Эрдоган, кстати, не единственный. Многие арабские государства тоже говорят уже про санкции и изоляцию Израиля. Так вот, вопрос возникает, почему люди, которые сидят в... Если эти тоннели там есть, если они даже есть под больницами, почему те, кто там находятся, и те, кто воюет с Сахал, почему они в данном случае экстремисты, а те, кто сидел в бункерах, в многоярусных, например, на Азовстале, на других объектах украинских, под Артемовском, на этих солевых пещерах, почему они были героической обороной в ожидании некоего экстракшена. Все мы помним это. Почему такая разница? Совершенно непонятно. Хотя, кстати, когда Израиль публикует кадры многоуровневых подземных схем вот в этих учреждениях, где якобы прячутся террористы, где находится вся их инфраструктура, ну, в принципе, наши бойцы, наши специалисты публиковали, и наши Минобороны похожие абсолютно кадры, когда также под гражданскими объектами внутри, внизу, в заводах, на предприятиях укрывались националисты украинские, причем и наемники иностранные, и те, кого даже можно не просто националистами называть, а откровенно нацистами, укрывались там, и почему-то это было героической обороной, и многих из них потом вывозили торжественно в США, где они там чуть ли не лекции читали, встречались потом со своим главарем Зеленским, который их благодарил, и все это было обставлено очень торжественно и очень красиво. Ну, что касается Израиля, то на самом деле победа там еще не гарантирована, конечно, но, очевидно, преимущество военное у Израиля есть, несмотря на те самые проблемы с психологической войной, о которой мы неоднократно говорим, но вот интересно, что ряд изданий, в частности французские, указывают на то, что проблема Израиля проиграть психологическую войну не так страшна, как проблема для США проиграть в этой психологической войне, потому что не Таньях, он, в принципе, уже поставил свой курс, как и всегда было для Израиля, ему было наплевать на эти проблемы с психологией, с проигрышем в информационном поле, а вот для США, которые стоят, безусловно, за операциями Израиля, это довольно тяжелая история, потому что Запад долго пугали картинками из Мариуполя, вот недавно мы вспоминали его, и картинки из газа в сравнении с Мариуполем выглядят, ну, даже для многих страшнее, и это такое оружие для тех, кто настроен против Соединенных Штатов, оружие довольно серьезное, потому что это оружие вербовки противников Соединенных Штатов, и страны глобального, и югостранной Азии, они все это видят, все это запоминают, записывают, и для Америки в этом ничего хорошего нет, ну, и как вот Фигара издание, Фигаро издание французское отмечает, это так и сравнимо с бомбой, которую, получается, Израиль подложил Соединенным Штатам, потому что Израиль будет сам разбираться со своими проблемами, военным ключем, военным путем, не военным, а вот для США это большая потеря геополитическая, потому что труднее будет подминать под себя так называемых вассалов, и в этом смысле Нитаньяху подставил Байдена, если, конечно, тот способен еще что-то понимать в геополитике, а Байден фактически, или те, кто должен у него там отвечать за это, проворонили этот момент, и проиграли информационную войну, и для Соединенных Штатов это гораздо неприятнее, если не сказать страшнее, тем более, что здесь провал еще и в недавних наездах Блинкина на Ближний Восток и визите Байдена, потому что все это оказалось зря, кто-то сейчас вспоминает про эти визиты, никто, потому что вспоминать особо нечего, осталось только авианосто демонстрировать, и Соединенные Штаты это привычно делают, Пентагон это делает, но на самом деле, как и в случае с Украиной, как и в случае с заботой о мирных жителях Палестины, это все тоже ложь и обман, ну, Джеффри Сакс, давайте послушаем сначала. Но я называю это войной Нетаньяху, потому что эта война ведется не ради справедливой политической цели, которая заключалась бы в уничтожении Хамаса, чтобы мы могли перейти к мирному сосуществованию с палестинским народом, но покончим с Хамасом, чтобы мы могли продолжить наше господство над тем, что эти правые называют великим Израилем. И смысл этих слов отчасти религиозный, отчасти из соображений безопасности, но они означают, что Израиль не должен рассматривать возможность создания палестинского государства, а должен сохранить контроль над всеми территориями, завоеванными в войне 1967 года. Это устремление Израиля до конца не будет, а то не успеем. То самое про авианосство от Дугласа Макгрегора. Еще один взгляд, давайте слушать сразу. Этому мы посылаем пару авианосных боевых групп. Мы добавляем еще несколько человек на места в Сирии и Ираке. Мы добавляем несколько подразделений противовоздушной обороны, чтобы попытаться защитить наши силы от воздушных и ракетных ударов, если они будут нанесены по нам. Но мы не готовы к этому, Моррис. У нас нет боеприпасов. У нас нет соответствующей структуры материально-технической поддержки. Предполагается, что там будут находиться две авианосные боевые группы для сдерживания. Они не собираются никого сдерживать. Они находятся в открытом море, очень далеко от берега, потому что чем ближе они подходят к берегу, тем с большей опасностью сталкиваются. Но нам кажется, что это своего рода дипломатия военного корабля. Либо ты отступаешь, либо вот наши новые эквиваленты боевых кораблей 21 века, хотя это очень старое решение, авианосные боевые группы, с помощью которых мы можем запустить 200-300 крылатых ракет, мы можем запустить, возможно, 80-90 самолетов. С большой натяжкой. Но это не поможет выиграть ни одну войну. И люди уверенные в этом знают это. И теперь у них появляется все больше возможностей, которых раньше не существовало. Я имею в виду, что это самая большая проблема, с которой мы, похоже, никак не можем смириться. Мы не смогли смириться с этим в России. Мы предполагали, что Россия слаба и не способна ничего сделать, кроме как ответить на наши требования. Час не 1973 год, а 50 лет спустя. Все эти страны более дееспособны, как с точки зрения их населения, которое лучше образовано, так и с точки зрения более решительных действий в военной форме. Но особенно Турции и другие страны. Иран. В каждой из этих стран проживает около 90 миллионов человек. У иранцев одни из лучших в мире специалистов в области авиации, ракетно-космической техники. Они собрали целый арсенал ракет, которые в случае запуска могут полностью уничтожить Израиль. Тогда у вас есть тюрки, которые могут отправить в бой 2 миллиона человек за месяц. И у них отличная армия. В их арсеналах также есть новые ракеты, которые могут легко уничтожить Израиль и фактически атаковать наши морские силы на шельфе, точно так же, как это делают иранцы. И население региона на 100% поддерживает их. Другими словами, мы имеем дело с целым регионом людей, которые возмущены тем, что происходит в Газе. Обратите внимание, как быстро и легко Турцию записали в оппоненты к Соединенным Штатам фактически. А ведь на минуточку это все-таки страна НАТО. Ну и, конечно, нельзя не спорить, нельзя спорить тот факт, что действительно застряли США в этом самом, в каких-то 70-х, в старом времени, когда можно было просто играть мускулами и думать, что тебя испугаются. Субтитры создавал DimaTorzok